Орган Донецкой филармонии старейший в Украине. В шахтерскую столицу он был привезен из Санкт-Петербурга, где еще студентом на нем музицировал Петр Ильич Чайковский. С тех пор орган неоднократно перестраивался, однако его основа осталась прежней. Исторически сложилось так, что 70% труб, которые находятся в этом органе, они действительно звучали под руками Чайковского. Заслуженная артистка Украины Светлана Ольховиченко посвятила свою жизнь клавишным инструментам. Однако игре на органе училась не в консерватории, а на практике. К легендарному органу Светлана относится с трепетом. Он намоленный этот инструмент, понимаете? Ему столько времени, если на нем играл Чайковский, то это намоленный. Поэтому вот совершенно особая аура. Ощущение, ты к нему подходишь, вот как к святыне какой-то. Владимир Деркач – представитель уникальной профессии. Он единственный в Донбассе настройщик органа. От органных дел мастера зависит академически безупречное звучание инструмента. Однако его главная задача еще важнее. Донецкий орган – один из крупнейших в Украине. После капитального ремонта, проведенного известной немецкой фирмой, его возможности стали фактически безграничными. Большинство зрителей считают, что основной звук рождается именно в этих трубах. Однако это лишь вершина айсберга. Внутри донецкого органа звучат почти 4000 труб. Вы находитесь в святых органах. В общем-то, это недопустимое явление, но личное для вас исключение. Процесс настройки органа занимает несколько недель. Ведь каждую ноту приходится настраивать отдельно. Да и сохранить достигнутую гармонию звучания непросто. Нужны особые условия. Температурно-влажностный режим должен быть постоянным. Скажем, температура, при которой орган настраивался, она не должна колебаться ни в ту, ни в другую сторону больше, чем на один градус. Вот, допустим, при 22 его настроили, то если будет 18, даже 20, уже нельзя гарантировать качество настройки. Однако донецкому зрителю волноваться не о чем. За условиями использования легендарного инструмента в филармонии следят строго. Да и как иначе? Ведь орган уникальный. Продолжение следует...